Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 12 тысяч детей. В республике объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. И ансамбль «Редата» Карачаева-Черкесии выиграл гран-при международного фестиваля Sun City Fest. Далее подробнее об этих и других событиях. На состоявшейся встрече главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова с главой администрации Узжгутинского района Муратом Лайпановым рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципального образования. В настоящее время завершается строительство детского сада на 80 мест в Узжгуте. К августу закончится капитальный ремонт двух школ. Ведется также капитальный ремонт районного дома культуры и благоустройство двух дворовых территорий в Узжгуте и Московском. Мурат Лайпанов представил проект благоустройства центрального парка Узжгуте, который будет назван парком столетия Карачаева-Черкесии. Руководитель региона отметил, что проект интересный как с точки зрения современного паркового ландшафта, так и подхода дизайнеров к удобству и комфорту отдыхающих. Данный проект будет представлен на конкурс «Малые города России», итоги которого будут подведены в сентябре текущего года. В регионах Северного Кавказа проживает 10 миллионов 171 тысяч человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения прошлого года. По количеству жителей Северокавказский федеральный округ занимает предпоследнее место в России, зато лидирует по приросту населения за 10 лет на 7,9%. По информации Росстата, в городах Северного Кавказа проживают 5 миллионов 153 тысяч человек, около 51%. В сельском местности 5 миллионов 18 тысяч человек, что составляет 49,3%. Сельское население превышает городское в Чечне на более чем 23%. В Карачаево-Черкесии почти на 17,5%. В Дагестане на 9,6%. 29 мая в Театре мюзикла в Москве были названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств. Представитель Карачаева-Черкесии, министр цифрового развития Валерий Медовы, был признан суперфиналистом лидеров России, тем самым став единственным представителем Карачаевой-Черкесии в четвертом сезоне конкурса. В первую очередь хочется отметить, что на протяжении всего мероприятия коллеги были не просто конкурентами, наверное, больше партнерами и проявляли компетенции сотрудничества. Один и тот же человек мог одновременно оказаться как конкурентом, так и твоим единомышленником буквально через несколько минут. Атмосфера была в высшей степени позитивная на всех этапах конкурса. Наверное, очень важно сказать, что такого результата, а в суперфинал попадал только один из 600 заявившихся на первоначальном этапе участников, удалось добиться благодаря поддержке жителей Карачаева-Черкесской республики. Я получил очень много сообщений со словами поддержки. Ну и, наверное, последние полтора года я работаю в региональных органах исполнительной власти Карачаева-Черкесии. Сначала заместителем министра, теперь министром цифрового развития. И, наверное, без вклада вот каждого сотрудника Министерства спорта, Министерства цифрового развития, всех коллег правительства, мне бы такого результата добиться бы не удалось. Вот абсолютно каждый за эти полтора года, общаясь со мной, взаимодействия, вместе решая какие-то проекты, помогал мне стать сильнее, делал меня лучше. В Карачаево-Черкесии стартует серия сельскохозяйственных ярмарок, посвященных столетию республики. Они пройдут во всех районах. По традиции, по ценам ниже рыночных на 10-15%, свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители из различных городов и районов республики, в том числе агрокомбинат «Южный», фирма «Сатурн» и аркин-шахарский сахарный завод. Первая ярмарка состоится в эту пятницу, 3 июня, в селе Курджиново-Урубского района. Начало в 8 часов. Ярмарка будет сопровождаться насыщенной концертной программой с участием творческих коллективов района. Региональным Минтуризмом объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. Многометровые подпорные стены, расположенные на пути следования к курортам Карачаева-Черкесии, будут разрисованы в стиле уличного искусства специально приглашенными художниками. Оформление конструкции вошло в число мероприятий, организуемых Минтуризмом к столетию Республики. Изображения, которые войдут в общую концепцию рисунка, выберут сами жители, а доработают их уже профессионалы. К созданию общей концепции рисунка в стиле стрит-арт приглашаются дизайнеры и урбанисты, архитекторы, художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменять и улучшать общественное пространство. Авторские идеи, в том числе в виде изображений, можно направлять до 15 июня на официальные аккаунты Министерства туризма и курортов. В станице Зеленчукской продолжается благоустройство дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды. Во дворах по улице Мира 32 и 34 заменили бордюры, провели демонтажные земляные работы для укладки нового асфальтобетонного полотна. Планируется провести освещение, установить лавочки и урны. Все ремонтные работы должны быть завершены в ближайшие дни. А в рамках программы в Зеленчукской был также благоустроен центральный сквер. Об этом рассказала глава администрации Зеленчукского сельского поселения Ольга Хомякова. Жители данных домов у нас не единожды обращались, и это центральная часть станицы, которая на виду у всех, поэтому ее внешний вид тоже отражается на всем облике нашего населенного пункта. Пока погода была благоприятная, уложили асфальтное покрытие. В ближайшее время планируем мы выполнить остальные работы, подвели линии для установки фонарей и, соответственно, установить урны и скамейки. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. Комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии Роженом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской Республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской Республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской Республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Для семей с ограниченными возможностями здоровья детей из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик организовали большой и яркий праздник. На территории конно-спортивной школы специально для ребят провели развлекательное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей. Ребят поздравили члены правительства республики, депутаты регионального парламента и Думы Черкеска, представители МВД и Республиканского отделения партии «Единая Россия». Девчонок и мальчишек на площадках школы встречали аниматоры, к их услугам был аквагрим, летнее настроение создавало шоу мыльных пузырей, а также игры и конкурсы. Конечно же, в программе была верховая езда под присмотром инструкторов. А после всех этих развлечений можно было угоститься сладостями и напитками за праздничным столом, организованным активистами волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцами. В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 12 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Мы планируем отдыхом и оздоровлением детей занять более 12 тысяч. Это школьный возраст детей. У нас есть лагеря загородного пребывания и есть лагеря школьного и дневного пребывания. И мы задействуем детей не только в сменах в лагерях загородных и школьных, но еще и чтобы охват детей, которые могли бы отдохнуть, оказался максимально большим. Мы еще практикуем такую форму, как малозатратные формы отдыха. Это так называемый клуб выходного дня. В этом году мы охватили около трех тысяч детей нашей республики. Это загородные поездки с ночевкой в Дамбай. И мы возили также детей с экскурсионной программой в город Пятигорск, по Лермонтовским местам музея истории и так далее. Этим летом планируется открыть шесть загородных лагерей и один палаточный и 96 школьных лагерей дневного пребывания. Всего 103 лагеря. Росреестр проводит Всероссийскую неделю правовой помощи детям. В частности, будут организованы очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей. Работа горячих линий. В социальных сетях появятся ответы на популярные вопросы. Комментирует информацию пресс-секретарь управления Росреестра по Карачаевой Черкесии Фатима Сулейманова. В Карачаево-Черкесской Республике очное консультирование состоится 1 июня с 9 часов до 13 часов дня по вопросам имущественных прав и интересов детей, относящихся к компетенции Росреестра. Для того, чтобы получить очную консультацию, можно обратиться в административное здание Управления Росреестра по Карачаевой Черкесской Республике по адресу город Черкесск, улица Октябрьская, 343. Кроме того, 2 и 3 июня можно обратиться в Управление Росреестра по Карачаевой Черкесской Республике, позвонив на горячую телефонную линию по номеру 8 878 2 25 05 55, добавочный 111. Онлайн-приемная пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаевой Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Хабейском районе выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. От COVID-19 здесь привились 18 628 человек. Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора напоминает о профилактических мерах, которые помогут обезопасить хозяйство от заноса вируса африканской чумы свиней, комментирует информацию государственный инспектор управления Залина Гайтова. Имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней необходимо содержать на подворьях в огороженных местах безвыгульно. Использовать отдельную спецодежду, обувь и инвентарь по уходу за свинями и проводить их дезинфекцию. В случае появления заболевания свиней или внезапной гибели немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу. Нельзя допускать контакта свиней с другими животными и посторонними лицами. Животных можно вывозить за пределы хозяйства только с ветеринарно-сопроводительными документами и после ветеринарного осмотра. Выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса вируса африканской чумы свиней в хозяйство, сохранит поголовье и предотвратит экономические убытки. На базе центра «Мой бизнес» организована горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаева Черкесия открыты двери центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра – будни с 9 до 18.00. Оперативники уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность группы, занимавшейся кражами домашнего скота. В нее входили местные жители 39, 43 и 48 лет. Преступления совершались на территории Черкеска, Карачаевского, Зеленчукского и Усть-Джугутинского районов. Злоумышленники совершали хищение животных с пастбищ и отгонов, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов, преимущественно в ночное время. Установлена причастность подозреваемых к 8 кражам 29 голов скота, в том числе лошадей различных пород, коров, телят и барашек. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Информацию комментирует старший следователь следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии Магомед Гачияев. Следствием установлено, что часть похищенного скота обвиняемые забивали и сбывали в течение первых двух дней с момента совершения преступления. С продажей мяса злоумышленники выручили денежные средства в сумме 130 тысяч рублей. В ходе проведения преселок профилактических мероприятий в двух фактах местное охраждение похищенного скота было установлено и возвращено потерпевшим. В качестве меры подставлено принуждение в отношении двух фигурантов избрано заключение под стражу. Третье им подписка о невыезде на желающем поведении. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесской республике возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудникам МВД по Карачаево-Черкесской республики проводится работа по восстановлению иных лиц, причастных к участию в преступной группе, а также совершению обвиняемых аналогичных фактов. Ансамбль «Ридада» Карачаево-Черкесии получил гран-при международного фестиваля Sun City Fest, который проходил в Сочи и собрал коллективы со всей страны. Жюри отметила танец молодежный в исполнении ансамбля как лучший в конкурсе. Кроме того, коллектив стал лауреатом двух первых мест за танец Махаджиров и Абхазки. Теперь «Ридада» представит Карачаево-Черкесию в финале конкурса «Лидер России в Москве» в декабре текущего года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами коротковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 31, в горах местами до плюс 21. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии коротковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 31 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.